Полезный город Полезный город Самые часто встречающиеся случаи Это падающие деревья Падающие заборы Ну и затопление в результате ливня То есть образующиеся моря на городских улицах Скажем так Здесь конечно самое главное Понять что Не всегда В тех или иных случаях виновата исключительно погода Нужно проанализировать ситуацию И понять что в каждом конкретном случае Может быть какая-то недоработка Например муниципалитета Организаций, собственников И так далее Но давайте остановимся на упавших деревьях Это популярно и у нас И в Москве, и в больших городах То есть самый такой распространенный случай Здесь нужно помнить о том Что Деревья могут быть старые Деревья могут быть уже В том состоянии При котором должна была быть Произведена выбраковка То есть спил данного дерева Ну либо соответственно спил веток И так далее В избежание опять же падения Здесь нам конечно помогать Определять Это будут эксперты Для чего это в принципе определять Именно чтобы понять Все-таки это такой сильный ветер Который уронил дерево И к природе мы с вами К сожалению ничего уже не сможем предъявить Либо же это недоработка Муниципалитета Либо учреждения Кому делегированы полномочия По благоустройству города В части выбраковки данных деревьев И их демонтажа То есть если дерево было аварийным И упало во время урагана То здесь возможность получить Возмещение ущерба есть Если дерево было хорошим И упало во время урагана Тут уж извините Некому предъявлять Вы про это говорите Ну условно говоря да То есть если мы понимаем А понимать мы именно с вами будем Только через экспертов Потому что самим нам будут К сожалению не определить Поэтому здесь при правильном При правильном алгоритме действий Если мы установим о том Что действительно выбраковка Своевременно не производилась Учреждениями отвечающими За благоустройство Вопросы мы будем задавать Соответственно муниципалитету Либо таким учреждениям Артем имеет ли значение Вот допустим автомобиль Стоял под деревом Которое было аварийным И было установлено Что оно аварийное Оно упало на автомобиль Но в том месте Где автомобиль был припаркован Парковка запрещена То есть если я поставил машину В неположенном Неразрешенном месте На нее упало дерево В этом случае я могу обращаться За возмещением ущерба Или нет Ну здесь данный случай Будет судом конкретно разбираться Поскольку соблюдение Закона анализироваться И со стороны будет лица Которого причинен ущерб И со стороны лица По чьей линии причинен ущерб Но здесь опять же надо исходить С того по какой причине Здесь запрещена парковка Конечно если парковка запрещена По причине возможных Каких-то Да Последствий Например сход снега Льда Падение деревьев Если такого возможно Либо еще каких-то конструкций Ну тогда конечно Вы пренебрегли Правилами безопасности И соответственно Виноваты сами Будете Да Нести самостоятельно Если же здесь парковка запрещена По каким-то иным Причинам Безусловно Вы понесете ответственность Но это не освободит Причинителя ущерба Для вас От возмещения убытка То есть вы заплатите штраф за парковку В неположенном месте А организация Которая будет признана виновной В том что аварийное дерево На вашу машину упало Должна будет возместить вам ущерб Конечно В таком случае Артем Ну вот раз уж мы про автомобили говорим Про упавшие деревья Каким образом фиксировать Вот этот ущерб То есть выходишь Ты из дома Или из организации В которой ты находился Видишь что на машине твоей Лежит дерево Машина Ну помята Да Так сказать Видишь эту прекрасную картину Да В первую очередь Конечно вызываем сотрудников ГИБДД Чтобы была фиксация То есть Ну Это единственный орган Который нам надлежащим образом Зафиксирует Данное произошедшее событие Безусловно Мы получим из ГИБДД документ В котором будет указано Когда это произошло В какое время И По какому адресу При каких обстоятельствах Сразу же нужно сориентироваться И понять Есть ли какие-либо очевидцы Если очевидцы есть То конечно Желательно попросить у них Какие-то контактные сведения Телефоны Чтобы потом заручиться Их показаниями в суде Если необходимо Будет все-таки доказывать А наш виновник будет отрицатель Ну и следующий наш с вами шаг Это эксперты Конечно Здесь перед экспертами Мы должны будем поставить два вопроса Во-первых Все-таки причина Падения Например Такого дерева На ваш автомобиль А во-вторых Это размер ущерба Который нам причинен То есть его оценка Поэтому здесь Три момента Это ГИБДД Очевидцы Экспертами А в дальнейшем Мы уже будем с вами Обращаться с претензией Ну и если потребуется Конечно В судебном порядке Экспертов Каким образом Нужно искать То есть ты просто Заходишь в интернет Смотришь телефоны Узнаешь Какая организация Может оказать тебе помощь В этом вопросе И вызываешь их на место Еще до того Как допустим Автомобиль твой Куда-то увезен Ну конечно Желательно Все делать с полужару Как говорится То есть Не затягивать Эту ситуацию И эксперту Ему проще работать Именно тогда Когда он видит Саму ситуацию Налицо То есть Когда он приехал Еще до того Как автомобиль Эвакуировали До того Как убрали дерево Он может все посмотреть Если он компетентен Ну а именно Такого эксперта Вы будете искать Определить сразу Причины Падения этого дерева По его Например состоянию По тому Как он упал Как оно упало И так далее Здесь Да Сейчас Вся информация В принципе Есть в интернете То множество Экспертных учреждений Которые у нас Умеются в городе Они С удовольствием Дают консультацию Тем Кто им обращается И сразу поясняют Что в пределах Эх компетенции Можно выяснить А что в пределах Эх компетенции К сожалению Не установить Поэтому В данном случае Я думаю Что Небольшой такой Анализ Нескольких Экспертных учреждений И человек Найдет того Кто им нужен Да Ну вот Работы эксперта И вообще Экспертиза Стоит недешево То есть Все эти вещи Они возможны Потом тоже К возмещению Через суд Помимо Непосредственной Суммы ущерба То есть Эти вещи Тоже можно Возложить На виновную сторону Правильно? Безусловно Не ущерба В судебном порядке Будет Говорят В данном соглашении Лицо не имеет Безусловно Но Что встречается На практике Виновник Во-первых Никогда не хочет До конца Признать Своих винов И в любом случае Занимает позицию Когда ему проще Отдать все На растяжение Суда Здесь есть Один такой нюанс Почему Например Мы можем Оправдать В этом муниципалитет Любые траты Из бюджета Это траты Предусмотренные Установленные Соответствующим порядком И если Траты Не предвиденные Как например Возмещение ущерба И не доказали С вами Виновный муниципалитет Какое-то бездействие В части То Здесь Муниципалитет Сожалеем Такие траты Через Только решение Судов Может Производить из бюджета Поэтому они Иногда Зачастую Вынуждены Объяснять Что людям Необходимо Обратиться в суд Так Конечно Парадоксальные Случаи Бывали в практике Я помню Случай Когда застройщику Было все Очевидно И набор Доказательств Был очевиден О том Что его Летающий забор С его стройки Повретил С десяток автомобилей А это были Видеозаписи Многочисленные Плюс Очевидцы Которые Находились на балконах Умудрились Еще включить телефон И все записать То есть это был Такой полный набор Доказательств Но застройщик Отрицал И только в судебном Порядке Уже видимо Понятно Весь момент ситуации Заключил Мировой службе Понятно То есть вот уже Непосредственно в суде Но тем не менее Доведя до суда Сказал что я Все таки Оплачу ущерб Артем Есть ли еще Скажите пожалуйста Сроки В которые нужно Обратиться в суд То есть закон Нам предписывает Определенное Какое-то количество времени Общество трехлетней Трехлетней Общество То есть не пять дней Не десять дней В течение трех лет Нет Тут Вся срочность Ситуации Она должна Сконцентрироваться На сборе доказательств Поскольку чем дольше Вы тянете Тем Больше вы упускаете Возможность Сделать надлежащие Экспертизы Сделать надлежащие Оценки Установить И так далее То есть здесь Вы должны быть оперативны Что к самообращению В суд Общий трехлетний срок Вы можете Попробовать Договариваться И в течение полугода Затем обратиться В суд Эти требования Будут рассмотрены Главное собрать Доказательства Совершенно верно Да И еще Артем Такой вопрос А возможно ли Обычному человеку Без помощи юриста Пройти весь этот процесс Так скажем Насколько это сложно Это возможно Но тем не менее Есть определенные нюансы По соблюдению Чьи процессуальных норм Как обращение В досудебном порядке Так и обращение В судебном порядке И зачастую Ошибки допускаются На этих стадиях Поэтому я думаю Что в данном случае Лучше конечно Обращаться к специалистам То есть обращаться К юристам К экспертам По установлению Всех факторов Вины И ущерба А уже к юристам Непосредственно За помощью За правильностью Процедуры Получения Размещения Ущерба Спасибо большое Артем Смертин Адвокат Помогал нам Разобраться В непростой ситуации В последствии Стихийных бедствий Наша программа На этом завершена Но мы Встретимся В следующий раз Всего доброго Спасибо До свидания Полезный город